Открыли двери внеурочно. Марш Мендельсона, цветы и свадебные наряды. Из года в год десятки островных пар регистрируют браки в символичные даты. Сегодня она не просто красивая, но и зеркальная. И хоть по вторникам в регионе создать официальную семью нельзя, 22 февраля сотрудники ЗАГСов пошли навстречу влюбленным. Первое заявление уже было подано 26 октября. Напомним, что подать заявление можно за год на желаемую дату. И чтобы всех пар зарегистрировать, мы вынуждены были увеличить количество мест для всех желающих два раза и выделить дополнительных специалистов. Анастасия и Вадим к своему торжественному дню готовились несколько месяцев. Встречается пара уже три года. Страхи и сомнения позади. Теперь у них все будет на двоих, в том числе и фамилия Лавровы. После главного в жизни согласия новобрачны принимают поздравления от самых близких людей, которые тоже с трепетом ждали этот день. Добра всем, крепко семейной жизни, счастья, чтобы они прошли вот именно тот этап. Вот и до. Ну и само собой детишек. А это 177-я по счету с начала нового года островная свадьба. Максим и Людмила с красивой фамилией Лис. Уроженец Кемерово и жительница Ахи пошли под венец спустя два года после знакомства. Один из самых больших шагов в моей жизни и очень важный для каждого, в принципе, человека. Поэтому я сейчас даже тоже в манраже. Согласно традиции, свадьба, которую сыграли в особенные дни, как этот, станет началом счастливой и долгой семейной жизни. Но специалисты ЗАГСов отмечают, прочность брака не зависит от чисел. Преданными спутниками удачного союза по-прежнему остаются верность и любовь. Объявляю вас мужем и женой. Заветную фразу сегодня услышали 62 семьи островного региона. Новые ячейки общества появились в областном центре, Паранайском, Долинском, Корсаковском и Хомском районах. Следующий свадебный бум островные ЗАГСы ожидают 8 июля, в День семьи, любви и верности. Тем, кто желает создать семью в этот праздник, специалисты рекомендуют поторопиться с подачей заявления, пока есть свободные места.